Мало кто знает, но самая посещаемая тренировка сборной России по футболу была не в России. Это не прикол. Реально, в Бразилии перед чемпионатом мира 2014 года Капелло тогда решил увести всю сборную России в лютую глушь, чтобы там ничего не отвлекало, и выбрали город Иту и базу клуба Итуану. Там собралась такая приличная аудитория, порядка, мне кажется, 7 тысяч местных жителей писали, около того называли цифру. И эти жители, самое смешное, они не знали никого из игроков сборной России. Просто представьте себе, бразильская глушь, тренируется сборная России, 7 тысяч зрителей, которые не знают ни о Кенфеево, ни там вообще никого. Но они просто хотели получить, эти зрители, какую-то частичку чемпионата мира. И получилось так, что за мои поездки в Бразилию я был на базе только одного клуба. Это клуба Итуану из города Иту. Какое-то абсолютное кромешное захолустье. И вот спустя, сколько, 7 с лишним лет в Арсенале много забивает Мартинелли. Я вот думаю, где вырос этот парень? Ну там, Фламенко, Коринфянс, там откуда вообще берутся? Ну какой-то клуб из бразильской серии А. Ну потому что вряд ли Арсенал купил футболиста из серии Б, из второй лиги. И знаете что? Габриэл Мартинелли пришел из того самого Итуану серия Д. Четвертая, блин, лига. Инфраструктура, мягко говоря, невеликая. Туда добраться очень тяжело, реально тяжело. Там надо несколько часов ехать на машине от Сан-Паулу. Вот просто прикиньте, чтобы в 4-й там российской, украинской, там белорусской, казахской лиге взяли футболиста в Арсенал. Ну в России вообще нет, правда, 4-й профессиональной лиги. Я так понимаю, Мартинелли помогло то, что он участвовал там в чемпионате штата. В общем, мы переходим постепенно к подкасту чемпионата. Меня зовут Гриша Теллингатор. Вместе со мной, вы не поверите, Кирилл Хаид. Всем привет. Мы будем обсуждать 17-й и 18-й туры АПЛ. Поехали. Подкаст чемпионата. Подстраиваемся под соперников, но не под счет. Ливерпуль, Нью-Кассел 3-1 и Тоттенхэм Ливерпуль 2-2. Давай начнем с Ливерпуля. У нас на неделе было по два матча у всех, кроме Тоттенхэма и Манчестера. Но не важно. Давай начнем с Ливерпуля, потому что тут много о чем есть тоже поговорить. Особенно последний матч прям впечатлил. Такой событийненький. Я думаю, начнем прям с судейства самого такого спорного всего, что было. Хотя, на мой взгляд, там особо спорить нечего. Судья щудила. Ну, просто, ну, я не знаю, поплыл в какой-то момент. Я не знаю, под давлением, не под давлением. Понятно, но у судьи всегда есть давление. Я не знаю, это не может быть прям полноценным оправданием. Но количество ошибок было вот прям большое. То есть, иногда мы говорим, что вот одна ошибка в матче. Это много. И потом все обсуждают эту ошибку, а не матч. А тут прям серия ошибок. И, ну, большая часть против Ливерпуля. Ну, такое себе прям. Да, нет. На самом деле, нет. То есть, как бы хорошо, что мы сразу про судью начали. Потому что это такой гештальт, который надо закрыть. А я. Да, да. Ну, смотри. Дело в том, что я, с одной стороны, абсолютно разделяю вообще возмущение судьей. А с другой стороны, мне кажется, что все эти залпы, они немножко мимо цели. А больше всего мне не нравится, когда начинается, кого он больше засудил. Ливерпуль или Тоттенхам. Потому что... Ну, в смысле? А что делать, если он реально больше засудил Ливерпуль? Не говорите об этом? Во-первых, нет. Да, то есть, как бы, почему? В чем это заключается? Мне кажется, что Пол Тирни был как раз очень последователен. Потому что он, ну, просто, в целом, равно, как бы, одинаково неадекватно провел всю игру. Ну, подожди. Кирилл, а давай пройдемся по каким-то эпизодам? Потому что мы иначе не можем. Давай, давай. Вот смотри. Самое вот популярное сравнение, его даже в трансляции показали нарочно нарезку вместе. Фол Кейна шипами вперед. Это желтая. Фол Робертсона, тоже грубый. Это красная. Отлично, что ты с этого начал. Это очень, вот, это прямо вот классический эпизод, как люди вообще не понимают, что, ну, серьезно. То есть, господи. Давай, давай, давай. Не, Кирилл, мне очень интересно тебя послушать. Так он же не удалил Робертсона. Какие претензии к Тирни? Он не удалил Кейна, и он не удалил Робертсона. Просто, когда завел вар рассматриваться. Я когда говорю судейство, я говорю не только про Тирни, я про судейство в целом. Нет, я просто очень отделяю. Потому что мне кажется, что, как бы, весь гон сейчас происходит на Тирни, а должен идти на Криса Кевана. И я тоже к нему с удовольствием присоединюсь. Но даже, даже Клоп как-то немножко сбился, и он после матча целую тираду выдал про Тирни. Он сказал, что у него с ним проблемы, у Клопа с Тирни, он сказал, что всех судей у него проблемы только с ним. И это, на мой взгляд, ну, тоже как-то вообще он психует мимо цели, потому что как раз Тирни просто слабо отработал мяч. Я не увидел вообще никаких признаков предвзятости в любую из сторон. А вот что творил вар, мне было категорически непонятно, и уже это вызывает большие вопросы. То есть, я просто, я очень бы разделил вот эту ситуацию, но Тирни и Тирни. Он фигово отработал, он не назначил пенальти, когда Роял, да, просто абсолютно затолкал Жоту. Он не назначил, на мой взгляд, столь же явный пенальти, когда Матип напрыгнул просто на кого-то, я забыл на кого, на Сон, нет, не на Сона. На Али. На Али, напрыгнул на краю штрафной, там не было опасного эпизода, это был бы дурацкий пенальти. Но он пенальти настолько же стопроцентный, потому что так нельзя играть. Подожди, Али по центру ворот выходил чуть там один на один, опасный момент был. Нет, 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 это был другой эпизод. Другой эпизод. Это был как раз перед тем, как забил Ливерпуль, а там до этого был другой эпизод, когда Матип на углу штрафной, совершенно не опасной ситуации, просто напрыгнул на соперника и избил его. И это абсолютно пенальти. Он не удалил Кейна, он не удалил Робертсона. Ему понадобилось, чтобы, ну то есть ты знаешь, что судью зовут пересматривать, это когда только судья ВАР, видеоксистент, говорит, что есть явная ошибка. Да, явная ошибка, то есть с Кейнами мы этого не сказали, вот-вот где момент, где в голове не укладывается. То есть какие вопросы к Тирнею? Он слабый судья, он слабо провел матч, никакой предвзятости к одной из команд я не увидел. А вот Кевана это просто жесть. Человек, который должен в таких случаях... Ну слушай, ну ведь ВАР нужен как раз для того, чтобы подчищать за слабыми судьями в трудных матчах. Я согласен, просто мне очень нравится твоя риторика, что да какие к нему вопросы, он просто слабый судья. Это гениально, мне кажется, это можно оправдать все, что угодно. Но я просто не хочу, мы всегда это говорим про английских судей. Ну вообще, можно сказать, что в целом футбол современный дошел до такой стадии развития, на мой взгляд, что судьи за ним не успевают. Ну факт. Никто хорошо не судит. Ты как бы в программе Ла-Ла Лига, мы, допустим, с Алхазовым просто точно так же возмущаемся испанскими судьями. А ты бы видел итальянских. А я посмотрел Боруссия Бавария, боже мой, что? То есть это в каждом чемпионате как бы болельщики говорят, наши судьи худшие в мире. Интересно, что говорят про РПЛ. Могу представить. Да, поверь мне, поверь мне, ты знаешь, что ты говоришь. Да, поэтому, понимаешь, мне кажется, что ВАР это такой вот как раз вот должен быть такой вот робот-пылесос в таких ситуациях, который должен их как бы все просто по одной отрабатывать. Не отработали. И, кстати, я вспомнил еще кое-что. Подожди, прежде чем ты скажешь это еще кое-что, просто я тебе объясню на первую часть то, что ты сказал. Мне кажется, у тебя завышенное ожидание. Везде, где есть человек, будет человеческий фактор. Когда Жезус промахивается мимо пустых ворот, ну или вот у Сона были моменты, у Али были моменты. Неважно, кто угодно промахивается. Ну, человеческий фактор Е. И ВАР, я с одной стороны понимаю, ты там спокойно с чашечкой кофе, ты можешь пересмотреть повторы, потому что у главного судей один ракурс мимолетный, а тут повторы с нескольких камер в замедленные повторы. Понятно, что мы ждем больше. Но все равно есть человеческий фактор, что люди трактуют это странно. Там есть одно объяснение, крайне странное, которое вообще не объясняет. Но то, что Кейна не хотелось удалять в начале матча, типа портить матч, а удалять в конце, я для понимания, Кирилл сейчас мотает головой. И я тебя понимаю, я тоже не согласен, потому что первые минуты или девяностые фалы должны свистеться одинаково. Но есть человеческие факторы, ну, к сожалению. Так что избежать полностью ошибок нигде не получится. Давай так, насчет Кейна. Сейчас попытаюсь немножко защитить судью, хотя я тоже считаю, что это удаление. Даже не так, не насчет Кейна. Сначала насчет Робертсона. Смотри, он его не удалил. Его позвали, и только после этого он удалил. Я не помню матча с кем, но в этом сезоне и в рамках, примерно, в диапазоне месяца Саку срубили ровно так же, как Робертсон срубил Кейна. И это не была даже желтая. Да, я помню. И у Эверсона было несколько таких же моментов. Поэтому мне кажется, что возможно... Тут я могу только предполагать. Сейчас какие-то абсолютно неадекватные, то что называется, рекомендации судьям. И они тянут... Другой пример. Они просто разбытые. Да, я слышал, видел в комментариях, что Ливерпуль засудили больше, потому что эпизод с Кейном был первым. Ну, то есть, мне вообще нравится эта альтернативная Олимпиада, кого больше засудили. Но дело даже не в этом. Больше засудили Тоттенхэм. Потому что Робертсон прямой ногой, открытыми шипами влетел в голеностоп Танганге. Так как вот Кейн не попал по ноге, так вот Робертсон попал. И это случилось еще год назад. Так что Тоттенхэм засудили первым, потому что тоже не было даже желтой. Вот абсолютно такой же эпизод, но только с той разницей, что Кейн все-таки не попал по ноге, а там влетел в ногу, просто вот, ну, влетел. И ничего. Я к чему? Я не к тому, что в то был заговор против Тоттенхэма, а сейчас заговор против Ливерпуля. Мне кажется, что просто какие-то рекомендации судьям могут быть абсолютно неадекватными. И они судят в соответствии с этими рекомендациями. Но я согласен, это так себе предположение, потому что, честно, мне кажется, что дело как раз в конкретном человеке. Крис Кевана, я проверил, это тот, который, если я не ошибаюсь, нет, да, я не ошибаюсь. Это тот, который сидел, был видеопомощником рефери в матче Эвертон-Ливерпуль, когда Пикфорд сломал Ландейка. Это конкретный человек, понимаешь? И когда Юрген Клоп орет на Тирни и говорит, у меня ни с кем, и судя, нет проблем только с тобой, он, конечно, не прав. Потому что у него действительно проблемы с одним человеком, но это не Тирни, это Кевана. И тут вопросы и к Лиге, которая допускает такие моменты. Вообще полно вопросов, я согласен. Но вот в целом вот эта ситуация, что вот начинается, что вот Тирни там засунула. Но я вот этого я все-таки не видел. Но здесь не могу принять. Слушай, даже рука Салаха это повод отменять гол. Согласен. И там скорее как-то вот тоже рассудили, что ну нет, ну какая-то рука, хотя, ну как бы, ну такая это рука. Ну то есть, понимаешь? Ну там вроде как эту руку могли подбить ногой, защитник ногой мог повлиять, что этот мяч попал в руку. Вопрос в том, что правила настолько сложны и противоречивы, что почти в каждом эпизоде есть элементы, которые можно трактовать в пользу одного решения, и элементы, которые можно трактовать в пользу другого решения. Да, например, сейчас вот совершенно другой пример, свежий. Гол Милана-Наполе в вчерашнем матче на последних минутах, который их спасал, да, давал ничью, отменили. Потому что Жеру находился в офсайде. Он находился в пассивном офсайде, он вроде не участвовал в эпизоде. Но на самом деле он лежал на сопернике, и из-за этого соперник, видимо, не смог выбить мяч как следует. И поэтому посчитали, что он находился в активном офсайде, хотя он мяч не сыграл. Супрали. Да. Ну, то есть, это очень сложно. Но судья сразу гол засчитал. То есть, судья не посчитал, что это, понимаешь, что это офсайд активный. Он посчитал, что, ну, он не участвует в борьбе за мяч, поэтому чего уж там, ну, лежит человек где-то в уголке. То есть, я имею в виду, что любой эпизод можно трактовать двояко. Ситуация с Ливерпулем и Нью-Каслом, мне кажется, что однозначно можно трактовать, Тирвин трактовал только один тип эпизодов. Когда защитник толкает соперника в своей штрафной. Вот это не пенальти. Тут он был последовать. Это можно, ребят. Деритесь, убивайте друг друга, делайте что хотите. Вот это было последовательно. Все остальное, ну, как бы они просто выбирали уже. И тут претензии к вар, ложевое решение. Мне кажется, у меня даже родилась вполне в духе рептилоидности теория заговора. Потому что, помнишь, прошлый подкаст наш, мы говорили, у нас даже на обложке была точка пенальти. И что многое, ну, все в топ-клубах решили пенальти. Вот поэтому решили все. Теперь никаких пенальти топ-клубам. А тут и Тоттенхэм, и Ливерпуль. Два топ-клуба. Поэтому, ребята, извините. Мы не даем вам пенальти. В прошлом все получили. А Тоттенхэм такой, а мы не получили. Ну, скажи, ну, просто, мне кажется, очевидно, что еще два пенальти, которые напрашивались. Ну, то есть, у Ливерпуля один эпизод, но он абсолютно явный. Там, условно, я бы дал 99 из 100, что это пенальти. 100 из 100. Да, у Тоттенхэма два эпизода, но, допустим, эпизод с Али совсем мягенький. Такие только на стерлинге дают. А эпизод с Матипом, он прям, ну, он прям тоже явный, на мой взгляд, пенальти. И, ну, как бы по сумме, я бы по одному пенальти в одну и другую сторону дал бы, безусловно. Но вот, ну, нет. Я бы не сказал бы, что это испортило игру, потому что, может, немножко об игре поговорим. Игра тоже огонь вообще. Кстати, об игре. Мне кажется, здесь абсолютно, вот, если тот случай, когда посмотреть голы, и у вас будет совсем неправильное впечатление о матче. Потому что смотришь, о, Кейн наконец-то забил. И там даже было забавно, что комментатор Ока, Елагин, такой говорит, вот, у Кейна ужасная статистика в этом сезоне в АПЛ, на домашнем стадионе особенно. Ни одного гола. И тут, как только он это говорил, Кейн забивает. И смотришь, типа, голы Кейн забивает. Смотришь, там, последний гол Тоттенхэма. Алисон грубо, очень грубо ошибся. Просто не выбил мяч, подарил Сону, и то с пустые ворота пробил. Без вариантов, грубейшая ошибка Алисона. И думаю, что вот, Кейн красавчик, Алисон дурачок. А на самом деле вообще же наоборот. Алисон, то, что он пытался... Он там несколько суперсейвов сделал, прям реально супер. Но один после удара Дели Али, то, что он сделал, это может быть сейв года. Я такого вообще не видел. Супер удар, ну, там, типа, с близкого расстояния, там, примерно с точки пенальти. Али накатили, он один, вообще его никто не кроет. Он бьет под самую штангу. И то, как дотянулся Алисон кончиками пальцев сложившись и чуть-чуть переправил мяч, ну, это было просто что-то... Это реально сейв года для меня. Просто, ну, невероятное спасение. Были и другие, поэтому Алисон не только запорол, но он и спас. Поэтому он как минимум в нуле, а скорее даже еще помог Ливерпулю, чем, ну, как бы, хуже сделал. А что касается Кейна, который, наконец-то, забил, я, блин, я вот пытаюсь сформулировать. Есть просто такой в ТикТоке мем, когда кот жалуется своей девушке, зачем ты привела своего парня. Он там ест, как лошадь, он там что-то еще делает. Там такая, ну, я его люблю, и кот отвечает, да я долбал такую любовь. Так вот, я долбал таких нападающих. Да, Кейн, конечно, забил, но сколько он пропустил, то есть, сколько он не забил. Какие моменты, просто, ну, как бы, вот его игру нельзя назвать хорошей, несмотря на то, что он забил. Он столько всего не забил, что, ну, как бы, грустно немножко было. Ну, по крайней мере, мне. Не знаю, совпал ли я с твоими впечатлениями, но у меня были такие. Это была освежающая струя ТикТока в нашем подкасте. Простите. Ну, Кейн, мне его жалко, на самом деле, мне жалко Конте, потому что Кейн прямо замаратил, как бы. А Конте просто, ну, это как некий тренерский триумф, потому что, я считаю, потому что, ну, как бы и Клоп превосходный тренер, и Ливерпуль сильная очень команда. И самое главное у Клопа есть это умение, оно прямо выдающееся, да, когда потери потерями, а структура игры не меняется. И понятно, что там без Ван Дейка это другая команда, да, конечно, понятно, что без Фабинио другая команда, но обычно они настолько же, они теряют, может быть, в индивидуальном классе, они теряют в мастерстве в эпизодах, но они сохраняют структуру. А тут Тоттенхэм просто вот вскрыл всю уязвимость, которая все-таки была у этой структуры без тройки основных полузащитников. Потому что и без Фабинио, и без Тиаго, который наконец-то набрал форму, прям вот обидно за него, и без Хендерсона это вообще другая команда на самом деле. Просто важно, чтобы прессинг Ливерпуля имел меньшее значение в игре, прессингуют они всегда хорошо, а их контроль мяча, владение имело первое значение. И Тоттенхэм отдал мяч радикально, заперся в низкий блок радикально, опять же Клоп за это их патролил после матча, а не сказал, что они всю игру играли, весь матч играли забросами на форвардов. Ну блин, так это и работало вообще-то, там 5-1 по явным голевым моментам Оптона считал. То есть, как бы отлично, отличный план. Но дело в том, что, то есть, как это происходило, это было очень продумано. Потому что Уинкс на Домбеле, во-первых, господи, какая убогая пара опорников Уинкс на Домбеле, я прошу прощения. Но там был эпизод... Просто ты на фоне Хёйберга, тебе, конечно. Даже на фоне Скипа, там был эпизод в середине первого тайма на 23-й, по-моему, минуте, когда Домбеле потерял мяч в центре и упал. Его чуть-чуть подтолкнули, судья не свистнул фолл. Но он Домбеле хотел показать... Он не получил травму, он потом побежал нормально, то есть, ему не нужно было расхаживаться, но он хотел показать, что добыл же фолл. И он сначала разводил руками, лёжа, потом поднимал голову, оборачивался, так смотрел лёжа, что судья смотрит или нет, потом медленно поднимал. Короче, пока он поднялся, Ливерпуль провёл атаку, ударил, мяч был заблокирован, ударил ещё раз, Льерис потащил и мяч улетел на угловой. И всё это после потерян Домбеле. И вот только в этот момент он, наконец, встал на ноги. Вот как человек реагирует на свои потери. Ладно. Нет, слушай, но при всём при этом, Тоттенхэмптон, наверное, получше выглядел. Нет, нет, да, извини. Даже получше выглядел, он допустил у своих ворот меньше. Я сбился с мысли, да. Я хотел сказать, и вот с такой опорной зоной, вот с такой парой опорников, они просто разрывали за счёт именно продуманных контратак. Потому что Уинкс и Домбеле вообще не пытались удержать мяч, сразу играли забросами. Кейн открывался, на самом деле Кейна тоже жалко, потому что Кейн открывался блестяще. Кейн всё время уходил в зону, откуда уходил Робертсон. Он всё время караулил момент, когда Ливерпуль потеряет мяч, чтобы сделать рывок не в зону центрального нападающего, а в зону в полуфланг и фланг. Потому что там не было Робертсона. Естественно, Робертсон застревает в высокой позиции. И Миллер пытался его страховать. Но поскольку Кейн так здорово чувствовал этот эпизод, когда именно нужно сделать рывок, что Миллер не успевал страховать, но всё равно есть зона уязвимости. И он всё время находил этот коридор между крайним защитником, который отсутствует, и центральным. Который не Ван Дейк, поэтому, в общем, тоже не особо читает такие эпизоды заранее. И, ну, собственно, это был источник постоянных угроз. То есть, Тоттенхам всё время делал один и тот же приём. Отобрали мяч, мгновенно заброс в правильную зону, куда уже рванул Кейн, потому что он знает, где эта зона находится. А в то же время Али становился дополнительным нападающим. И он не давал, знаешь, ну, то есть, Ливеркуль не мог просто сохранить компактность за счёт того, что там Матип или Александр Арнольд, или даже Кейта просто сместятся в центр. Потому что, с другой стороны, Али в этот момент, который вообще-то играл в полузащите, делал такой же рывок, как Кейн. В такую же симметричную зону, и они всё равно растягивались с двух сторон. Тоже очень круто, очень продуманно. И у Али были моменты, связанные с такими вот, с такими рывками. И, ну, просто забивать надо, господи. Слушай, а у тебя не было ощущения? Вот мы говорили Мауриньо, Мауриньо, потом пришёл Сантуша, и типа, а что изменилось? И вот пришёл ещё, ну, Тоттенхэм, и мы видим, в принципе, ну, это, ну, вот, то же самое. Вот та игра на контратаках, тот вертикальный футбол, ну, как бы это всё максимально знакомо. Ну, разве нет? Но это более убедительно. Вот в чём разница. Это, конечно, то есть, Мауриньо рассчитывал на то, что просто затащат, как бы, на гениальности Кейн, Сон, и мы помним, какой был оверперформанс у Сона. А сейчас никакого оверперформанса. Особенно у Сона, который запорол пару моментов. И Сон запорол, и Али запорол, и Кейн запорол, безусловно. То есть, у каждого из них был явный голевой момент, и это уже другая история. Это не феерятно личных качествах лидеры команды, а продуманная система, в рамках которой моменты просто как часы тикают. А слушай, Ливерпуль. Во втором тайме, во-первых, моменты были тоже. Просто, может быть, не такие убойные, но были. А самое главное, Ливерпуль же категорически перестроен. Ну, то есть, мы говорим о Ливерпуле. Чёрт возьми, это Клоп. Конечно, он адаптируется. Конечно, он увидит, что его команду просто пробивают постоянно. Полчаса он не будет на это смотреть. Они перестроились. Мортон и Миллер стали играть вдвоём в опорной зоне. Кейта уходил вперёд, но в опорке оставалось двое, поэтому это было больше похоже на 4-2-3-1. Меньше полуфлангов, меньше свободы у Тоттенхэма. А во втором тайме Ливерпуль вообще отдал мяч. Ливерпуль отдал мяч ещё до того, как остался в десятером. Ну, то есть, это сумасшедшая подстройка под соперника. И я бы всё равно... Ну, мне кажется, она была вызвана тем, что там, всё-таки, мне кажется, не моя любимая тройка полузащитников Ливерпуля. Кендерсон, Фабиньо и Тиаго. А, чёрт побери, Миллер, Кейта и Мортон. Мортон вообще впервые в основе в АПЛ. До этого у него был только один матч в АПЛ, и то его выпустили на 84-й минуте против Арсенала при счёте 4-0. Ну, то есть, у Мортона было сколько там, 6-10 минут в АПЛ до этого. И самое забавное, что Мортон вышел в центре поля вместе с Миллнером. А Миллер, как бы, это человек, который дебютировал в АПЛ в ноябре 2002 года. То есть, через 10 дней после рождения Мортона. У меня вообще нет никаких претензий к Ливерпулю и к Клопу. Понятно, что они выжили всё, что могли. Я говорю только о структуре игры и о том, что, несмотря на такого Мортона, с первых минут они играли по-другому. В первом тайме Ливерпуль как раз владел мячом, владел территорией. То есть, они играли от себя. Это во втором тайме, начиная после первого полчаса, во втором тайме вообще радикально, они стали отдавать мяч и территорию, лишь бы их не ловили на контратаках. То есть, это подстройка абсолютно адекватная, правильная, мы все понимаем, Мортон, да, конечно. Но они не хотели так играть, им пришлось. И повторюсь, это не потому, что Тоттенхэм настолько там потрясающая команда в плане состава. Нет. Сосиньон потерял мяч раз 10 за игру. Это, ну, вообще, просто недоразумение. Про Ндомбеле я уже сказал, то есть, я думаю, что сейчас больше ругают Али, но мне кажется, что Али скорее удивил игровой дисциплиной, в отличие от Ндомбеле. И у него больше шансов будет при Конте, чем у Ндомбеле. Но ведь был еще Эмерсон Роял, человек, который, на самом деле, меня подкупает стабильностью. Вот он всегда плохо. Стабильно плохо? Да, абсолютно. Что бы ни произошло, он всегда будет в своей штрафной размахивать руками, ногами. Вот он абсолютно, он вообще не задумывается о том, где он находится, где можно так играть, где нельзя. Ну, то есть, для Матипа, я повторюсь, я считаю, что был пенальти, но то, как бы, неожиданный эпизод. Я не ожидал, что Матип сыграет так глупо. А от Эмерсона, да пожалуйста, конечно, ребят. Ну, а кто же еще? Вот, поэтому... Это, как ты говорил, нет проблем к судьям, ну, типа, они просто слабые, нет вопросов к судьям. Нет вопросов к Эмерсону. Он написал в телеграм-канале про золотой мяч. Что все так возмущаются с золотым мячом. Все нормально сделали, напутали только с именем и годом вручения. Так все правильно. Спасибо. Да, в конце концов, его вручили футболисту, поэтому, ну, как бы, мне кажется, условия соблюдены. Да, давай еще про Тоттенхэм, раз мы так о нем говорим. Вообще, для меня, вот мы говорили про потери Ливерпуля, они очевидны, они серьезны, но для меня, если взять, там, типа, топ-5 главных футболистов Тоттенхэма, в основе не вышло три из них. Я понимаю, есть Льюрис, есть Сон. Да, окей, они в основе. Но, черт побери, Хёйберг, Ригелон, конечно же. Конечно. Ну, и на мой вкус, это уже не так объективно, но на мой вкус еще Лукас Моура. Тоже он входит в эти топ-5. И тут нету в основе ни Хёйберга, ни Ригелона, ни Лукаса Моура. Ну, вообще-то у Тоттенхэма тоже, ну, проблемки. Дело в том, что Моура, это все-таки, я думаю, тактическое решение, потому что он предпочел лишнего игрока, который может играть в полузащите больше, чем в атаке. То есть, баланс между ним и Али. Потому что Моура все-таки нападающий, который может сыграть в полузащите, а Али все-таки полузащитник, который может сыграть в атаке. Это, я думаю, скорее тактическое решение. А вот ты не назвал Шкипа, Скипа, Скипа, да, но это, как ни странно, на мой взгляд, тоже потеря, потому что он там не был до конца готов. А вот он у Конта играет тоже все время. Это такой второй опорник, который всегда страхует, чистит мячи. Но, опять же, Куинсу вопросов по матчу нет, как бы все сработали хорошо. Вообще, матч, по сути, выигранный. Ну, так-то. Ну, да, нет, я согласен. И Тоттенхэмбелл реально лучше. При этом, ну, как бы у Ливерпуля тоже есть кого отметить. Ну, то есть, Робертсон, он же не только удалился. Робертсон, в принципе, ну, в огне. Он очень, очень насыщенный провел вечер, молодой человек. У него гол, голевой пас, удаление. А еще он, по сути, заработал удаление на Кейне. Ну, да. Ну, да. Ну, то есть, это главный игрок. То есть, вообще, вся острота, получается, в обе стороны шла через него, потому что в его зону все время врывался Тоттенхэм, и все моменты Тоттенхэма были через его зону. И все, что сделал Ливерпуль, тоже сделал через Робертсона. Голевой пас и гол забил Робертсон. А ты видел его глаза? Да, абсолютно. Вот просто глаза. А они абсолютно бешеные. Во-первых, там какой-то синяк сбоку от глаза. Абсолютно глаза на выкате. Такие, типа, готов порвать, убить. И, то есть, ну, понятно, откуда у него это шло. Я думаю, от Кейна. Нет, я могу понять, потому что, то есть, это такой был травмоопасный подкат. То есть, когда ты вообще такой, тебе сначала страшно, что тебе могли ногу сломать, потом ты такой, а как это его за это не удалили, а потом ты начинаешь мстить. Ну, да. Всем вообще не в смысле, как бы, Кейна рубить, а в смысле просто вообще жизни, всему вокруг, что вот так все. И он хорошо поотомстил, в принципе. Он так, ну, как бы, поотжигал. Просто этот, ну, вот этот подкат в конце, ну, это уже было, ну, вот видно уже было, что они немножко все распсиховались, и игра не очень получается, их переигрывают, и они даже подстраиваются, они, ну, зачем же вот так? Ну, вот честно, для меня просто, ну, вот, ты помнишь, как я бухтел, когда в эпизоде с Сакой тогда вот тоже не было красной карточки? То есть, для меня это какие-то просто необъяснимые вещи. Кстати, я бы во всем этом еще отметил значение Конты, потому что, в принципе, мы знаем, что Ливерпуль, я не перестаю это прилагательно использовать, мощный, да, и они такие, они глаза на выкате, да, мощнейшие. И по игре, и по агрессивности. Им важно выигрывать единоборство первыми на отскоке и так далее. Но здесь мы увидели такой Тоттенхем, где Конта заставляет их не просто бежать, а вот именно грызть, где он заставляет Кейна. Окей, Кейн не забивает, зато Кейн у меня уже в начале матча будет играть вот в таком подкате, идти на желтую, хотя это там примерно красная-оранжевая карточка, где вообще можно не фалить. Извините, но это момент, когда можно не то что не обороняться, но по сути, да, не обороняться. Это ситуация в центре поля, даже на чужой половине, когда у тебя за спиной еще 10 человек, ты, то есть нападающий, и только начинается атака Тоттенхема, и, ну, это не момент, когда нужно фалить. То есть, я понимаю, когда ты срываешь атаку или еще что-то, а Кейн, вот этот бешеный подкат, он был таким же бешеным, и в результате это все привело к тому, что бешеный и Ливерпуль тоже не выдерживал. И, на самом деле, тот же Клоп, да, потому что желтый ему, ну, наверное, по делу, потому что, ну, нельзя очень много возмущаться на скамейке, да, можно бухтеть, но прям орать, ну, не нужно, да. Судья об этом потом еще напомнил Кейта, да, когда ему, ну, не то что по лицу заехали, там, возможно, я даже допускаю, что можно было обойтись без желтой, но вообще по-хорошему надо было бы дать ей желтую и за фону. Ну, вот, кстати, согласен. И Кейта за подмущение. Да, вот это решение Тирни, которое, на мой взгляд, как бы можно трактовать как предвзятость. Да, да. Ну, зато, конечно, мне кажется, у нас появился отличный кадр для обложки. Клоп, который кланяется, получив желтую, кланяется судье. Клоп красавчик. Которому потом после матча пошел и камера подслушала, что вот то, что ты говоришь, что ты худший судья, у меня всегда проблемы с тобой. Ну, как бы то, что Клоп на взводе мы давно говорили. Клоп, слушай, я не буду повторять всю аргументацию, я считаю, что он не прав, но при этом, как бы, его абсолютно, язык не повернется упрекнуть, потому что еще и когда он поклонился, ну, просто, ну, это обаятельно. Да. Ну, красавчик. Вот, как бы, даже если он где-то поплыл и не совсем четко просчитывает ситуацию в целом, то то, как он реагирует на то, что ему кажется дикой несправедливостью в отношении его, а не в команд в принципе, ну, нормально, слушай, ну, как бы, молодец. Видишь, судья поплыл, красавчик, Клоп поплыл, красавчик, мы, по крайней мере, последователи. Мы последователи, да, мы как тирни, а не как Кевана. Слушай, когда уже его что-то с ним сделали? Нет, ну, кроме шуток, ну, просто... А зачем, а когда? А когда, а зачем? Может, отстранят от пары матчей, ну, типа, потом вернется. А сейчас, может, не надо будет ничего судить. А про Жоту еще поговорим? Давай, конечно, потому что, мне кажется, у Ливерпуля, я вот даже по ходу матча подумал, самые опасные две вещи, которые есть у Ливерпуля, это левая нога Салаха и голова Жоты. Вот две конечности, которые очень опасны. Я тебе больше скажу, у Ливерпуля со времен Бентеки не было такого высокого форварда. Чего? Чего? Кирилл, Кирилл, ты чего? Проснись. Нет, ну, просто, нет, ну, меня Жота поражает, потому что Жота, ну, как бы, на мой взгляд, уже немножко перешел грань. Знаешь, от невысокий форвард, который, тем не менее, хорошо играет головой, к форвард, для которого главное его достоинство – это умение играть головой. Он как-то в последнее время, чем дальше, тем больше оказывается во второй категории. Ну, то есть, это уже такой Энди Кэрролл какой-то, я не знаю, он переходит в категорию форвард. Нет, он и в прессинге, он и оттягивается между линиями, он и на фланг смещается, он все прекрасно. Он в системе Ливерпуля, наконец, прижился. Но столько, сколько он забивает головой, это же просто, ну, то есть, это неадекватно. То есть, ощущение, что взяли, я не знаю, Фернандо Лорента какого-то, да, который просто навешивает, он забьет. Секундочку, он низкий. Как это вообще происходит? Почему он забивает так много головой, а не просто время от времени он забивает головой? Ну, ты же сам понимаешь, нужно вместе оказывать тебя, знаешь, почему кого-то помыть? Нет, это просто, это гениально. Это очень продуманная игра, потому что это же вопрос не только к нему, это еще вопрос навесов. Чтобы он мог забивать головой… Даже в большей степени вопрос навесов. Чтобы он мог забивать головой, важно, чтобы не было воздушного единоборства. То есть, важно, чтобы навес шел в точку, где его сейчас нет, а он бежал в точку, куда мяч еще не идет. И это вот обоюдное понимание, куда кто даст навес и куда кто прибежит, приводит к эпизодам, что мяч и жота оказываются в точке, где нет соперника. Но это супер продуманно. Чуть-чуть иначе происходит, просто подающий видит защитника, и его задача перекинуть защитника в ту зону, куда он не дотянется головой. А уже дальше задача жоты, ты уже беги, понимай, начутье, или реагируй, как угодно. Вот мяч полетит так, чтобы защитник не достанет. Чуть левее, чуть правее, ближе дальше в недодачу, в передачу. Точнее, в любом случае в передачу, чем в недодачу. Но вот, мне кажется, скорее это как-то так исполняется. Его перекидут защитника, а там достает. Мне кажется, что наши версии друг другу абсолютно не противоречат, потому что, конечно, защитника нужно перекинуть, но при этом навес должен быть адресный. А навесы Ливерпуля тем и уникальны, что они как бы в первую секунду, когда он только может там мяч только летит, может показаться безадресным. Он становится адресным именно благодаря согласованности движения. Я, кстати, знаешь, про кого вспомнил, когда ты говорил, низкий нападающий, а столько забивает. Я сейчас про Савиолус. Помнил, помнишь такого? Да, но он головой слабо играл. Не знаю, я прям помню пару голов за Севилью, по-моему, головой забил. Я думал, ни хрена себе, как он так может? Он же вообще крохотный. Хорошо, а ты бы кого вспомнил, кто невысокого роста, но много забивает. Не знаю, может Оуэн? Но тоже не то, что прям его главная фишка. Не знаю, сейчас такой Винтери Лаутара Мартинес, но как бы это не топ-форвард, поэтому как бы не то, что прям релевантно. Ну, значит, Джота такой один. Чемпионат подкаст. Креативный, как твиттер Милнера. Арсенал Вестхэм и Лидс Арсенал. Как вы понимаете, будем говорить про Арсенал. И так получилось, что я матч Лидс Арсенал смотрел с другом. Это там муж моей сестры. Он вообще болельщик ЦСКА. И просто для понимания, ЦСКА сейчас хоть и идет на четвертом месте, но по качеству игры они прям ужасны. Ну, их тренирует Березуцкий, который никогда нигде не был главным тренером. И для понимания, ЦСКА это как Вулверхэмптон, только еще медленнее, такой в режиме слоу-моушен. То есть, ну, абсолютно незрелищно. И тут, ну, просто мне нужно было по работе. Я сказал, что я могу остаться у них еще посидеть, только если я включу смотреть себе Лидс Арсенал. Он такой, ну, давай, ладно, тогда вместе посмотрим. И человек, который всегда смотрит РПЛ, начал смотреть Лидс Арсенал. И он такой, ааа, вау, типа, как они так играют? Почему они так быстро бегают? Почему они все время атакуют? Они каждый раз, как бы, смотришь на поле, и все в фазе атаки как будто находятся. И никто не находится в фазе обороны. Я понимаю, что для тебя, Кирилл, это может быть даже, знаешь, как отвращение, что, типа, они что вообще? Что это за дворовая фигня такая? А для простых людей, Кирилл, это может быть прям, прям вау. Это, ну, просто абсолютно зрелищно. Я понимаю, что мы, наверное, про Лидс можем много чего сказать. На этот раз уже не очень хорошего, потому что команда по потерянным очкам уже даже в зоне вылета и просто не идет. Бьелсу спрашивают об увольнении уже на пресс-конференциях. Действительно тяжеловато им, реально тяжеловато. Ну, в принципе, они-то и играли с Сити, там, да, 7-0 получили, но это Сити. И Арсенал, который на ходу. Но, не знаю, я кайфанул от матча Лидс Арсенал. Ну, я не думаю, что кайфанул Бьелса. Явно нет. И тут, как бы, да, это же, ну, это, в общем, беда уже. То есть, у них ужасно все, у них ужасно движение, у них ужасная просто форма игроков, и при этом у них ужасно подставляет их стиль, потому что Бьелса, естественно, от своего стиля не отступится. Они будут, они из Манчестер Сити, господи, играли. Это так, это, ладно, ну, просто... Ну, это так наивно, ну, так здорово. Да, да, Лидс такой смелые, они играют в персоналку. И персоналка такая хитрая, да, то есть, один из центральных защитников всегда остается свободным. Ну, для того, чтобы ты играл так-то в персоналку, но ты оставляешь одного центрального защитника свободным, за счет этого межлишнего игрока на своей половине поля, но от персоналки ты не откажешься никогда. И поэтому Сити просто разорвал их центральными защитниками, потому что центральный защитник, который у Сити, в принципе, в порядке, они просто шли на чужую половину поля, обостряли и были плеймейкерами. Просто это очень удобно, такое, расступаются, все, раз персоналка, все такие расходятся, игроки Сити, они такие, все игроки Лидсу тоже за ними расходятся, и какой-нибудь Лапорт такой, ну, я пошел, такой, ребят, как дела, я иду с мячом, привет. Примерно так они и забили 7, на самом деле, то есть это смешно, но вообще это очень грустно. Вот, арсенал команды, ну, другого все-таки уровня, но они тоже не испытывали проблем вообще никаких, и они забивали голы на любой вкус, они забивали даже потому, что они были агрессивнее, выигрывали подбор, они первый гол забили там после какого-то жесткого стыка, после того, как они выиграли подбор, и что вообще происходит? Лидс, это же типа такие, команда, которая, ну, должна брать физикой, это очень индивидуально слабая команда, которая просто, ну, извините, сражается за каждый мяч, а арсенал команда, которых, ну, в общем, как бы мы так привыкли в этот последний год, к сожалению, можно запинать, а тут как-то... Но при этом играющая. Да. Да, нет, ну тут просто важно отметить, что травмы у лица, потому что пока у одних команд там именно проблемы с ковидом, у лица именно травмы, у них... Это я просто делал для футбольного Альбиона, для нашего видеообзора, кстати, смотрите, если вы на территории России, то у вас есть доступ, потому что там хайлайты матча, их нельзя показывать за пределами России, ну, просто права, прав нету. А кто в России, может посмотреть в футбольный Альбион, там, в общем, у лица на травме было, ну, вот, всего лишь 8 человек. И 9-й Фирпа дисквалифицирован за пятую желтую карточку, то есть 8 человек на травме, 9-й Фирпа дисквалифицирован, и судья, а, и судья, и Бьелса подходит к там молодому Кресвеллу, ну, не тому, это другой, это молодой Кресвелл, у них там юниор, к нему подходит и говорит, нету состава, ты завтра, ну, завтра матч, ты должен сыграть с Арсеналом. Он такой, да, хорошо. Проходит тренировка, и в конце тренировки еще и этот Кресвелл получает травму. Ну, то есть просто лютая жесть. Ну, то есть играть, ну, 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 то есть ты сможешь по именам, там было не так много совсем ноунеймов, которые ты не привыкли видеть, то есть там человек 8, у лица были, ну, такие имена, которые мы понимаем, да, это игроки лица, но вместе с тем там какие-то там 38-е номера, 30-е. Нет, у них на самом деле, да, у них, то есть ситуация довольно забавная, грустная, но в том смысле, что у них основа-то есть. Да, да. Основа есть, у них реально 7-8 человек, которые должны быть всегда, но, во-первых, они не в форме, там тот же, там, Клих, Даллас и так далее. Во-вторых, Харрисон, а во-вторых, как бы, те, кто рядом с ними играет, это не игроки, там, подмены, это игроки, как бы, да, которые просто из космоса откуда-то достали, вот просто. Вот, но, ну да, ну, как бы, ну, поэтому, ну, что их ругать-то, в принципе, все понятно, то есть команда в полной яме во всех аспектах, просто с другой стороны, честно говоря, когда они начинали сезон, я думаю, что то была яма функциональная, и что дальше они разбегаются, а они не разбегались, и вот это уже очень опасно и серьезно. Просто еще здесь надо учитывать, что у нас впечатление от прошлого сезона, где Лид споролся за Еврокубки, а не за выживание, и закончил там в трех очках от Тоттенхэма, который лучше бы не попадал в Лигу Конференции, и Тоттенхэм, кстати, сейчас официально вылетел из Лиги Конференции, мы засчитали техническое движение. И Конференции наконец понял вообще, что ему делать с Еврокубками, то есть вместо того, чтобы вот это вот мучиться, тратить силы и все равно вылетать, просто не приехали. И об Арсенале. Как же хорошо не играть в Еврокубках. Сразу команда такая играющая. Да. Ну, мне кажется, свежесть... Это огромное преимущество, конечно, потому что... И особенно сейчас, мне кажется, вот кому-кому, а вот Арсеналу явно не нужна пауза в чемпионате сейчас. Потому что все остальные в боксинг-дэй уже наелись, а они как бы в общем еще только разбежались. И это принципиально разная история. Тут действительно, вот сейчас в Арсеналу, ну, все зависит от них самих. То есть, как бы их потолок мне, допустим, непонятен. Потому что, ну, еще многое зависит от просто кризиса соперника, естественно. Но прямо сейчас они могут набрать такой ход. Ну, знаешь, когда команда немножко вроде прыгает выше головы, но потом с ней что-то перещелкивает, и она остается в этом состоянии. Ну, как условно Клоп получил в Ливерпуля хороших футболистов, Салаха, Фермина, Мане. Ну, и они прыгали выше головы. Салаха еще, помнишь, называли игроком одного сезона? Ну, у них что-то в голове перещелкнулось, и они как бы застряли в этом состоянии. То есть, Салах – это просто игрок шести сезонов. Ничего особенного. Всего лишь жалкий футболист. Вот, и Арсенал теоретически, он не попал в эту категорию сейчас, естественно, но он получил шанс попасть в эту категорию, потому что сейчас они вот в слое футболе, когда они плохо играют с топами, но хорошо с середняками, это очень мощно. Ты видел, какую передачу отдал Джака в эпизоде со вторым голом? Ну, просто красота. Просто прекрасный, качественный футбол. То есть, они забивают еще и по-разному. Они забивают с контрпрессингом, они забивают с вот таких разрезающих передач. Они забивают Вестхэм. Поговорим про Вестхэм. Вестхэм для нынешнего Арсенала, я считаю, соперник топовый. То есть, меня победа... Вообще безусловно. Да, для меня победа Арсенала над Вестхэмом как раз это некий рубеж. Вот это как бы... Никаких проблем. Проигрывайте Сити как хотите, но вы, в принципе, как бы в моем понимании, вы не будете обыгрывать еще и Вестхэм. И это вас как бы ограничивает. Нет, они не просто выиграли, они, в общем, доминировали, они были лучше, они заслужили убить игру раньше, чем в концовке забить второй гол. А первый гол был просто тактически очень грамотным, когда Джака занял место Тирни, потому что Вестхэм прессинговал вчетвером, и Арсенал, чтобы сохранить преимущество, там партия перед обороной опускается, и четверка как бы тоже, ну, в защите тоже нужна, но Тирни уходит вперед, чтобы растянуть защиту, чтобы отвлечь Цоуфала, а на его место опускается Джака, и Цоуфал растянут, и в эту зону врывается Мартинелли. Это прям умный позиционный футбол, когда все игроки слаженно действуют, и то есть тоже движение Джаки абсолютно не было заметно, все видели только рывок Мартинелли, но его бы не было настолько эффектного, если бы не подготовительная грамотная фаза. Раньше Арсенал все это делал, ну, так, немножко по учебнику, и настолько медленно, что все успевали перестроиться. Но то, что Вестхэм не успевает перестроиться, это достижение. Хотя, на самом деле, там не все было так однозначно, потому что Цоуфал игру просто провалил, да? Ну, вот, просто провалище какое-то. И когда он упускал Мартинелли, там же тоже был этот момент, что, а он вообще попытался навязать борьбу, или Мартинелли просто его оббежал? Ну, в Арсенелли просто быстрее. Ну, как бы... В Арсенеле просто... А Цоуфал просто... Во-первых, Мартинелли раньше стартанул. Да, нет, Цоуфал просто на опыте. Он, знаешь, такой малой. Как бы, имею уважение. Я старше все-таки. И не побежал. Ладно. В этом плане, кстати, у них вся именно... Вот, по крайней мере, они вся молодая команда. Там смешно, что лица, фанаты лица пели, что нам пришлось играть детьми. И фанаты Арсенала в ответ говорили, да вообще-то мы тоже играем детьми. По жизни. И здесь именно атака, где Габриэл 20, Сака 20. Габриэл не просто 20. Габриэл 20, незабивной, из какого-то... С какого дивизиона, Бразилия? Третьего, серия Д. Ну, кстати, по-моему, после полученных денег они там скакнули повыше. Уходил, когда он был в серии Д, в Этуану. В общем, 20 Габриэл, 20 Сака, 21 Смитроу. И вот этот, конечно, прожженный опытом ветеран, побывавший в Реале, Эд Гор, 23 года. Да-да-да. Ситуация немножко похожа на Барселону, которая ждет возвращения Педри, чтобы хоть кто-то опытный был вообще. Безусловно. Потому что остальные просто по 15. Но да, как бы... И это очень долго не работало, а сейчас как-то более-менее заработало. Опять же, мы все понимаем и оверперформит Рамсдейл, и Леказет играет один матч хороший через три. И все это очень... Ну, все еще хрупко. Но я предпочитаю сейчас об этом не думать, потому что раньше такого не было, такого как бы вот отрезка такой уверенной игры с командами такого высокого уровня, как Вестхэм. Поэтому, наверное, вот сейчас у меня такой период, когда я побуду, видимо, в комментариях, допустим, хейтером Клопа, но Персофаном Артеты. Несколько месяцев. Я готов. Окей, ладно. Я, знаешь, просто... Ты говоришь про уверенно сыграли с Вестхэмом, а для меня главный эпизод матча с Вестхэмом такой, который показывает, что вообще-то мысленно они готовы побеждать. Они ментально, морально, они чувствуют себя не слабее, а то и сильнее Вестхэма, когда Габриэл, который... Габриэл... Эл на конце. У него сколько там? Три мяча на этой неделе было, да? Два лицу и один Вестхэму. Когда этот Габриэл между ног прокинул Соучеку. Вот это я посмотрю. Ну вот, ребята уверены в себе, ребята играющие. Что-то случилось, да. И они, ну как бы, не готовы ни из-за чего останавливаться. Может быть, кто-то начал воспринимать все сильнее, сильнее, ну, серьезнее, после того, как ненужные элементы перестали команду расхолаживать. Ну, пускай там они, что там, Ювентус интересуется, да, Абамиянгом. Ну, Барселона вообще, по-моему, всеми интересуется, кто как-то лежит. Барселона интересуется людьми, которые могут играть в футбол, хотя бы, судя по слухам. Могут бежать с мячом и не падать. Но о том, что, да, но о том, что Абамиян хорошо играет в футбол, сейчас напишет разве что The Sun. Слушай, про Арсенал я добавлю, что, ну, то есть, у них же и, как бы, в целом контроль стал гораздо более продуктивным. То есть, это не просто, знаешь, они выигрывают, как раньше бывали у них отрезки, по 2-3 месяца они хорошо играли, знаешь, за счет того, что чуть лучше реализация, там, по XG примерно равенство. Нет, абсолютно. То есть, они с лицами Вестхэмом создали 9 или 10 голевых явных моментов. Это много. И не все из них матчи с Лицын. Блин, на самом деле, с одной стороны привычное чувство, а с другой стороны непривычное, когда видишь Арсенал на четвертом месте и такие, ребят, вы чего, вы в Лигу Чемпионов, что ли, собрались? Типа, ну, хорош. Последний раз Арсенал играл в Лиге Чемпионов, собственно, почти 5 лет назад. То есть, они когда в 1-8 получили 5-1 от Баварии и дома и на выезде. И там и там было по 5-1. Ну, да. Ну, как бы, Бавария, да. Нет, ну, слушай, это очень круто, просто, ну, блин, ну, не нужно преувеличивать это четвертое место. Ребят, у Тоттенхэма 3 матча в запасе. Ну, подожди, они там, они что, они либо догоняют, либо наравне, что там было? Там как-то так очень... Нет, по потерянным у них вообще уже плюс 3. Но дело не в этом, то есть, как бы, все равно, ну, то есть, ну, 3 матча в запасе, это большое... То есть, я имею в виду, таблица предельно странная. У Манчестера Юнайтед 2 матча в запасе. Ну, то есть... Да, она реально такая, ну, неприятная, тяжело. По потерянным они могут быть вообще шестыми сейчас. Но это просто не важно, надо просто говорить, что они хорошо играют, а не смотреть турнир на там, ну, мне кажется, да, то есть. Ну... А, да, слушай, их по потерянным может обойти и Манчестер, и Тоттенхэм, да? Блин, вообще, конечно, да. Но наберет ли Манчестер и Тоттенхэм сколько там? Манчестер 6 из 6, и Тоттенхэм 9 из 9, это, ну, как бы, неочевидный, да, вопрос. Потому что Манчестер Юнайтед вообще сейчас, ну, непонятно, что с ним, да, потому что команды нету, она не играет, ее не видно. Я думаю, это как раз лучше, что с ними могло случиться, потому что Рангник получил незапланированную предсезонку. Да, 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 для них это прямо, мне кажется, идеальное время. Но, опять же, если они там, что, я там читал новости, где они из-за коронавируса тренировались, футболисты там дистанционно не касаясь друг друга, ну, такая себе предсезонка тоже, как бы, тяжеловая. Ну, даже в такой ситуации у них намного больше времени, чтобы он разослал всем игрокам просто нарезки видосиков и сказал... Не-не, теория там, конечно, мне кажется, будет. Вот то, как ты себя вел раньше, а вот то, как надо себя вести. А почему ты еще не здесь? Почему мяч еще не отобран? Восемь секунд ты где был? Ты что, хочешь быть как на дамбеле? Мне кажется, подожди, смотри, ты говоришь, что Рангник скидывает им видосы, как ты сыграл неправильно, а вот как надо. И когда он кидает, а вот как надо, он же вряд ли игроков Локомотива показывает пример. Кого он показывает? Ну, на самом деле, я думаю, что как это выглядит, что, ну, там, наверное, есть какие-то нарезки удачные, все равно кого это, может быть, и другая команда, может быть, и его Лейпциг, но, скорее всего, что просто им выделяют, что вот там берутся и там... Ну, слушай, это же полно программ. Выделяется игрок в динамике, в кружочек. Как бы показывается стрелочкой, где он должен быть. Чемпионат-подкаст. Доминируем как арсенал над соперниками. Челси. Эвертон 1-1. Вулверхэмптон, Челси. 0-0. Я, когда, ну, готовлюсь к матчам, к подкасту, точнее, к матчам, не готовлюсь, а готовлюсь к подкасту, я себе прописываю, ну, какие-то ключевые слова, о чем нужно рассказать, что нужно не забыть, поскольку, ну, когда столько матчей, понятно, в голове бардак, особенно, когда в голове по жизни бардак, и тем более, когда два тура на неделе, то, ну, совсем тяжело. И вот я себе пометил по Челси три слова. Проблемы, проблемы, проблемы. Вот я просто вот читаю, что у меня тут написано, потому что ощущение, что с одной стороны мы все понимаем, ситуация Челси кадровая, крайне тяжелая, но с другой стороны, наверное, даже при такой тяжелой ситуации можно было показывать что-то лучшее. Ты сейчас про оба матча говоришь, потому что их надо разделять. Мне кажется, что про Вулверхэмптон сейчас поговорим отдельно, и может быть где-то уничтожим. Ну, Вулверхэмптон был совсем ужасен. Ну, и с Эвертоном было не то, что... С Эвертоном было бы все прекрасно. А, прекрасно, да? Абсолютно нет. Ну, если это прекрасно... В принципе, Тухель после матча с Вулверхэмптоном сказал, что ему понравился перформанс, очень хорошее выступление, сказал он, особенно во втором тайме, но типа и в первом, скажем, хорошее. Хотя это было реально ужасно. Поэтому, когда он такое говорит, и ты после этого говоришь, что Челси Эвертон был тоже прям сильный, ну... Ну, ты видел разницу ударов? Ты видел количество голевых моментов? Я... Я помню свое визуальное восприятие. Это было медленно. Это, ну, Эвертон такая, ну, как бы тягучая... Противненькая. Противная команда, да. Как и Вулверхэмптон, кстати. Абсолютно. Просто Вулверхэмптон сейчас на ходу, в форме, а Эвертон нет. Поэтому они просто портят настроение, как бы. А Вулверхэмптон еще и делает это эффективно. Но, да боже мой, Челси разрывал, причем моменты имели разные игроки. И поэтому это говорит о том, что, как бы, система работала нормально. То есть, вот, как бы, момент у Риза Джеймса, когда он подключился. Вот момент у Жоржини, который внезапно набежал вторым темпом. Вот момент у Пулешича. Ну, то есть, окей, во втором тайме все это как-то было похуже. Намного хуже. Да, но, как бы, в первом тайме это мог быть просто спокойно разгром. И я вообще... Ну, то есть, какие вопросы? Ну, не залетело. Ну, бывает. У них такое раньше было. Ну, то есть, в принципе, я бы даже не говорил о каких-то проблемах. Я бы говорил только о невезении на фоне большого количества травм, невезении в завершении. А вот матч с Улверхэмптоном, да. Вот это уже, конечно. Это уже нулевая игра абсолютно. И там нельзя жаловаться на невезение, потому что там... Вот Эвертон пытался навязать вот этот вот медлительный, тягучий футбол, когда ты не можешь дать пас на 5 метров без борьбы. И у них получалось, но все равно периодами. А периодами их нафиг разрывали. А у Улверхэмптона это получалось и точка. При том, что они не такие грубые, как Эвертон. Нет, это не вопрос грубости, мне кажется. Это вопрос просто вот того, что ты постоянно чувствуешь присутствие. На тебе постоянно чья-то рука. Постоянно как бы себе ставят блок и так далее. Это не вопрос хамства, грубости. Это вопрос именно плотности, количества единоборств и так далее. Ты говорил, вот как Тоттенхэм, Приконте прибавил в единоборствах, они поборолись с Ливерпулем. Но вот между прочим, Ливерпуль там их переиграл все равно в этом аспекте. То есть понятно, что у Ливерпуля там как бы... У Ливерпуля, если не ошибаюсь, две трети попыток отбора удачных, а у Тоттенхэма одна треть. То есть все равно, понимаешь, вот в этом атлетизме Ливерпуль их несколько превзошел. Но они сохранили, они поддержали планку количества этих единоборств, что не каждый соперник Ливерпуля делает. С Эвертоном то же самое. То есть команда как бы вроде пыталась навязать суператлетичную игру, суперконтактный футбол, но раз 10 они не успели. А Вулверхэмптон попытался и сделал. И за счет этого матч было абсолютно невозможно смотреть. То есть там все один к одному. Футбол медленный, завершение, если вдруг доходит до момента, плохое. Творческих действий я каких-то особых не увидел. Туман, плохо видно. Да, кстати, реально тяжело было смотреть. Я смотрел, я вот пытался понять, чего мне не хватает в этом матче. Вот знаешь, чтобы куда-то в Санденс его отправить или там на Берлина или какой-нибудь. Я понял. Зеленого мяча. Вот если все то же самое, но они при этом играют таким зеленым мячом, и ты реально два часа думаешь как бы о смысле жизни, о том, что, а зачем мы, откуда мы, к чему мы идем и так далее. Слушай, ну, здесь, конечно, нужно упомянуть, что матч Челси вообще не хотел, чтобы этот матч состоялся, поскольку у Челси много человек заболели коронавирусом, и вроде как по одной из версий, потому что там сейчас объяснения разнятся, но нужно семь человек, чтобы матч отменили, но у них был седьмой Чилуэлл, который на травме, и он не считается как человек, выпавший из-за этого. Но, в принципе, ты смотришь на скамейку Челси, и вот ты видишь, матч такой, и я это вижу тоже, матч абсолютно невнятный, был с обеих сторон, не хотелось смотреть, и они не хотели играть, они хотели, мы пока, вы заставили нас играть, это не будет футбол, пожалуйста. Во-первых, ты смотришь на скамейку Челси, и там четыре полевых футболиста. Я впервые такое видел, чтобы у Челси было на скамейке четыре полевых футболиста. И тут еще важно, что это за футболисты. Сар, у которого вообще как бы один матч в АПЛ. Никакущие Баркли и Сауль, ну, я считаю, что, ну, как бы у нас есть основание, у меня есть основание, говорит, что они никакущие, они не впечатляют. Баркли и Сауль, они прям плохие. А Алонсо тебя впечатляет? В этом матче, это просто жуть какая-то, это худший игрок у Челси был Алонсо, но это еще дойдем. Соответственно, четыре футболиста. Сар, один матч в АПЛ, Никакущий Баркли и Сауль. И Ковачич после ковида. Вот скамейка запасная у Челси. И при всем при этом, Чалоба в первом тайме начинает хромать, и ему в перерыве или когда-то нужна замена. И ты понимаешь, ну, типа, ну, действительно, трудновато как бы тут играть. При всем при этом, на мой взгляд, Тухель, который жаловался, что матч провели, он категорически неправ. Просто я говорил, что мне кажется, что Клоп неправ, он куда-то мимо цели ругался на судьи, но при этом хотя бы было обаятельно. Вот при всей симпатии к Тухелю, но он неправ вот кругом. Потому что, ну, слушай, ну, ставь Мортона. Найди своего Мортона, найди своего, я не знаю, Филлипса какого-нибудь, Вильямса, кого угодно, да? То есть, находи просто. В чем проблема? У Челси Академия, наверное, лучшая в Европе. И говорить, что у них там 4... Ну, хорошо, ну, как бы используй игроков Академии. Это тоже футболисты. У них матч не был отменен, потому что есть регламент, согласно которому у них недостаточно много заболело ковидом. Ну, а в чем проблема? Увеличить количество, уменьшить количество заболевших ковидом по регламенту так, чтобы Челси попал в правила? А если кто-то другой тогда не попадет, и у него будет на одного игрока меньше, потом снова увеличивать регламент, расширять? Смотри, давай, чтобы ты не говорил, что все неправильно, чтобы у тебя был кто-то, кто отвечает тебе со стороны Тухеля. Я тебе приведу достаточно длинную, но, на мой взгляд, самую мощную, самое мощное высказывание Тухеля за все время, что он руководит Челси. Причем у него были такие интонации, они не были злые, не были эмоциональны. Он такой, ну, вы этого хотите? Вот вы видите, как происходит. Ну, окей, вам нравится? Окей, ладно, пускай, давайте. Вот примерно с такой интонацией, я сейчас зачитаю его, я просто выписал себе. Наше мнение отличается от мнения лиги. Команда три часа ехала в автобусе, вместе ходили на ужин, а потом Жоржиниу сдал положительный тест. Народ переживал, потому что находились рядом с ним. Это оказалось, этого оказалось недостаточно для переноса игры. В такой ситуации тяжело оставаться сконцентрированным на 100%, само собой. В день матча ко всем постучались в 8.30 утра для очередного теста, о чем нас не предупредили. Кто-то хотел побольше поспать. У нас 4 дня подряд были положительные тесты. Не удивлюсь, если они будут и дальше. Конечно, не хочется, но это будет неудивительно. Как этого избежать, если мы вместе в автобусе и на обеде? Сегодня был вынужден сыграть Ковачич. Это спустя одни сутки после 10 дней ковида. Если я подхочу ковид, не дай бог, конечно, и буду им болеть 10 дней, то не факт, что смогу через день бегать. А тут пришлось играть, и кто за это должен ответить? Канте вышел на поле после одной тренировки. У Чалобы было 2 тренировки и, возможно, у него новая травма. Это все, да? Нет, ну, слушай, очень круто сказано. Это, в принципе, аргументировано. Но есть и контраргументы. Ну, так сказать, а что это предлагается? То есть, как бы, из того, что ехали в автобусе на тот отменить матч на случай, если будет больше случаев ковида, которых пока нет, ну, это же тоже странно. Ну, мне кажется, он пытается... Сейчас, ковачичи в конце, но могу только повторить. Ребят, у кого-то Мортон играет, а у вас нет. А у вас Основа. У вас Сауль, у вас Баркли. Ну, ну, что? По идее, Сауль и Баркли должны быть лучше те, кто из Академии. Ну, по логике вещей. Это еще и позиция, и Тухель отстаивает ее, естественно, аргументированно. То есть, он, как бы, притворяется, что игроков Академии, в принципе, нету. И поэтому вот у него Сауль, Баркли, он говорит, вы этого хотели, а вот ковачич еще не здоров, а вот кантей еще не здоров. И это риск получить рецидив. Ну, не рецидив, просто организм ослабленный, не могут так бегать, естественно. Мы не знаем, какие нагрузки у них. Ковид же дает всегда разные нагрузки на организм, у кого что. Вот, но... Но, как бы, при этом он притворяется, что нет Академии. А тут... А Клоп в этой ситуации просто по полной задействует Академию. Ну, не то, что по полной, но да. И мне, знаешь, что показалось, что, как бы, в этом... В этом спиче у Тухеля был, как бы, именно не то, что желание переиграть, да? У него не было желания переиграть этот матч. Но у него был посыл на будущее. Сейчас вот такая ситуация. Давайте отменять. Мы видим, что половина матчей в туре отменяется. Давайте мы до конца года... Как бы, мне кажется, его посыл был вот именно с прицелом на будущее. Ребят, давайте в этом году уже больше не играть. Он такой, я не понимаю. Нам нужно вообще дальше тренироваться, готовиться к следующим матчам в этом году. Что делать? Ну, вот смотри, ноту отменять. Ты знаешь же, да? Следующий сезон из-за чемпионата мира начинается в начале августа. И... На когда переносы... Ну, то есть, куда уплотнять? Да, это проблема. Они говорят... Клоп тоже говорит, что... Клоп был какое-то время, я так понимал, против того, что были эти переносы. Ну, потому что у Клопа не такая жесткая ситуация в этом плане. Просто, как бы, тухель и Клопа... Да, есть проблема окон. Хорошо, Кирилл, есть проблема окон. Но, блин, пытаться, значит, что-то находить. Ну, я не знаю, какие-то вряды... Очевидно, что находить. Находить что? Ой, черт, да у нас же столько ненужных матчей сборных, которые... И перелеты, и которые разобраны так неудачно. Они улетают. Ты помнишь, что было осенью, когда все топ-клубы делегировали по 15 человек в сборные, и это происходило каждый месяц. А потом еще ковид-протокол. Раз в месяц ты на неделю уезжаешь. Ребят, выделите до этого три недели и сделайте за один раз. Будет в шесть раз перелетов меньше. Нет, это нужно делать каждый долбанный месяц. Но просто, естественно, этого никто не сделает, поэтому... Поэтому Тухелю будет плохо и Клопу будет плохо. Ну, можно только посочувствовать. И будут такие матчи. Сен-Венгер, который хочет два чемпионата мира, чемпионат мира каждые два года. Нет, я не как Сен-Венгер. Я хочу чемпионат мира раз в четыре года, а раз в два года летом отбор к чемпионату мира. Блин, вот таким, как ты, дашь свободу и власть. Вы вообще футбол сборных отмените, как примерно и половина наших подписчиков. Ну, подожди, я же как раз только что... Где ты услышал слово отменить? Ну, хорошо, сократить настолько, что он будет уже совсем не... Итак, футбол доминирует, клубный футбол доминирует. Ну, слушай, это недовольно логично в мире, где это индустрия, что платный футбол доминирует над бесплатным. Но он не совсем бесплатный. Нет, он не совсем бесплатный, на нем кто-то прекрасно зарабатывает. Типа FIFA, да? Да, но не клубы и не футболисты, а эксплуатируются, в общем, они. Ну, эксплуатируются, я сейчас не как марксист сказал, я именно, что эксплуатируются в буквальном смысле слова. Наоборот, в данном случае мне не хватает немножко капиталистического подхода. Блин, не знаю, меня устраивает тот вариант, который есть. Меня? Нет, ну, слушай, меня не устраивают только постоянные перелеты. Особенно для игроков африканских, латиноамериканских сборных, ну, то есть, которые летают не из Англии в Испанию, а которые летают через океан или куда-то в другие вообще там временные климатические зоны и так далее. Вот для этого, я считаю, это должно происходить в один прием. Да, блин, вон Абамиянка, опоздал, потому что он там куда гонял, в Испанию или там во Францию на татуировку или что там, просто так, салак, он уже в прошлом сезоне, в прошлом году он заразился ковидом, когда он там с кем-то пошел на свадьбу в Египте кому-то. Ну, это вообще, ну, как бы, в любом случае какие-то перелеты, ну, есть, будут, лучше уж на сборные. Нет, ну, как бы, не согласен, потому что, ну, ты просто так говоришь, потому что ты не видишь альтернативу. Но мы же можем «Клоп» и так далее, если бы они все, ну, как бы, имели бы футболиста в своем распоряжении на протяжении полугода подряд в течение сезона, а не на, как бы, вот, в графике два матча в неделю, когда у тебя одна неделя из месяца вылетает и они прилетают только под матч, это без возможности иногда даже восстановительную тренировку провести. И человек, ну, реально, с самолета идет на игру, например, на следующий день. Представь себе, что, то есть, я же не предлагаю то, что я предложил, это не сокращение матчей ни на один, никакого сокращения матчей сборной. Фиг с ними. Пусть играют в том же объеме, просто пусть для этого будет выделенный месяц летом, а за счет времени, который высвобождается от, как бы, от того, что меньше перелетов и вы делаете, ну, как бы, это все летом, можно просто чуть раньше заканчивать футбольный сезон, клубный. Не, окей, окей, если вот такой посыл, что не сокращать, там, не убирать матч, матчи. Конечно, я же не предлагаю, но просто шесть, шесть перерывов на матчи сборных по ходу клубного сезона, но это же дофига, это же абсурд. Ну, это не абсурд, но это дофига, вот в этом плане я соглашусь. Нет, это абсурд, если вспомнить, что, как бы, из этих шести, из этого клубного сезона три месяца, зимние, когда практически у всех перерыв какой-то, потому что холодно. Ну, нет, мы с тобой ведем чемпионат Англии, ну, мы же видим, что там не перерыв, а наоборот, ускоренные, когда Ливерпуль играет 26 декабря, а потом 28 декабря. А потом у них все равно будет неделя отпуска какого-то в январе. Как бы в Германии тоже отпуск, в Испании, по-моему, тоже будет отпуск, только на неделю раньше. Виталий, честно говоря, не помню, но смысл в том, что, как бы, все равно понятно, что оптимальное время для, как бы, для клубов это весна, там, сентябрь-ноябрь и март-май. И вот именно на эти периоды переходятся все матчи сборных. Это просто сбивает систему. Ты просто идешь, все время спотыкаешься. Чемпионат подкаст. Ждите нас. как вратари Вернера. Сити-Лидс 7-0, Нью-Касл-Сити 0-4. То есть, как вы понимаете, у Сити за эту неделю разница мячей 11-0. Это я сейчас вот так вот на ходу сложил и не ошибся. Ну, я скажу, что очень похоже на чемпионов, когда ты выигрываешь 11-0-2 тура. 8 туров подряд Сити побеждает и при этом есть глубина состава, нету столько травмированных, там, как у Лидса, ну, и вообще чего-то такого, там, не выбывает вся полузащита, как у Ливерпуля, нету столько заболевших ковидом, как у Челси, и при этом Сити, он еще так идет, вот, спокойно, вот, Колин Палмер, вот мы выпускаем в какой-то момент на замену Фернандиньо, и это без потери и качества, ну, потому что Фернандиньо, может быть, он, конечно, не мальчик уже давно, но он свои, там, 30 минут, если нужно, отбегает, и мне кажется, тайм тоже, то есть вообще не теряют качество, я, кстати, не уверен, что Фернандиньо хуже Родри, ну, да ладно, и, казалось бы, да, там, 3 очка у них сейчас не так много, но это реально не так много, потому что ровно месяц назад 3 очка отрыва на первом месте было у Челси, вот ровно месяц назад. Но это много в динамике, это много, если учесть, что они за месяц там отыграли 6, получается, это во-первых, а во-вторых, знаешь, что очень типично для Сити, начать сезон на фоне разговоров о кризисе, а к декабрю, когда все начинают выдыхаться, потому что, ну, невозможно же действительно вообще адский какой-то календарь, ну, дать по газам. Да, вполне по-ситивски. Просто, на самом деле, тут действительно рецепт очень простой, ты берешь лучшего тренера мира, у тебя есть все деньги мира, ты тренеру не противоречишь, не усложняешь ему жизнь, берешь футболиста, которому больше всего подходят, лучших футболистов мира, ну, и, в принципе, можно получить плюс 3 к декабре, Слушай, мне кажется, что я бы, вот ты сказал, сколько, 3-4 фразы, я бы мог быть классным спортивным директором, потому что, ну, я понимаю, ну, вот это подход, вот это подход, тренера, берешь лучшие деньги, лучших игроков, и все, начинаешь так, что не очень, а потом... И эти плюс 3 уже выглядят не так уж, и на самом деле, круто, потому что у Ливерпуля всего этого нет, а всего лишь минус 3. Ну, такое. Ну, просто вот сейчас хотелось бы посмотреть на матч Сити-Ливерпуль, вот я бы с удовольствием смотрел, Зачем? Ну, сейчас Ливерпуль, объективно, ну, что, ну, ты хочешь... Не знаю, если вернуть нормальную полузащиту, то я не уверен, что там Сити... Тогда, конечно, если вернуть полузащиту... Ну, здесь у них до этой недели была нормальная моя любимая полузащита Фабинио, Хендерс, Сантьяго. Ну, ломается всегда, слушай, невозможно предугадать, у Челси же тоже казал, помнишь, мы с тобой обсуждали, зачем Сауль, а я говорил, что, ну, наверное, потому что все-таки три полузащитника на две позиции, это маловато, и пусть будет на всякий случай, а оказалось, что там уже и Чалаба играет, и Баркли играет, и Сауль играет, а все равно некому. И этот самый Лофтус Чик. И Лофтус Чик, и даже Рис Джеймс играл, поэтому, ну, ну, что, ну, у них, к счастью, все в порядке с травмами, поэтому это еще одно преимущество, колоссальное, да, плюс у них все-таки Дебрюйна, который, ну, надо о нем поговорить, наверное, немножко персонально, потому что, ну, это как самый несчастный человек в целом, как бы, да, хотел бы быть таким несчастным человеком. Весны и лето его было категорически жалко, то есть, вот просто ужас, и было видно в начале сезона, что, ну, не идет у него, он не похож на себя, он не в форме, он постоянно теряет мяч, он даже в простых передачах иногда играет небрежно, ну, как-то, ну, не тот. И вот этот галешник, это просто символ сити, который тоже расцветает, про кого мы там говорили, хурма, вот тоже хурма, расцветает зимой, ну, типа, он плодоносит, самый сок зимой, то же самое у Дебрюйна, начал не очень, но сейчас это просто человек в огне. Да, и вот этот вот галешник его, который он забил лицу, второй, издали, ну, потому что одно дело, ну, с первым все понятно, но второй, когда он просто вот, ну, нагло на каком-то кураже, под перекладину, это говорит о том, что он вернулся, то есть, он в прежнем вообще, как бы, в форме, в прежнем состоянии, он не знает тени сомнений, тени упреков, он просто фигачит, как ему захочется, не задумываясь о рисках и исполняет на выдающемся уровне. Зато и ценим, зато и любим. О чем еще? Слушай, я бы, наверное, знаешь, что отметил. Знаешь, просто я про Дебрёйна пока не ушли далеко, скажу, что в целом просто у Сити сейчас такая, в том числе кадровая обстановка, что от тебя не требуют прям затащить сейчас. Дебрёйна, ты сейчас можешь тащить? Тащи, о, классные голы издали. Дебрёйна, не можешь? Да не проблем, Дебрёйна, посиди, посиди, вот Бернарду Силу будет тащить. Бернарду не может? Да не вопрос, вон там еще 15 человек в ряд стоят. Абсолютно. А настолько спокойно у них это получается? Это выдающееся умение, то есть так тоже, например, Конте так не умеет. Если у Конте будет 20 футболистов мирового класса, он сойдет с ума просто, потому что, как бы, невозможно поставить. Поэтому Эмерсон Роял, да, я понял. Вот, а у Гардиолы, то есть, смотри, вот в чем, на мой взгляд, колоссальное и уже даже немножко не спортивное преимущество клуба ФПЛ над всеми остальными? Бабки? Ну, само собой, но в чем это результируется? А Бернарду Силу, если ты его представишь в Винтере или в Милане или в Ювентусе, это лучший игрок чемпионата Италии. Ну и Гюн Даган, если ты его представишь себе где-то в Винтере или в Ювентусе и Виталий, это тоже, блин, лучший игрок чемпионата Италии. Понимаешь? Ну, не лудно, то есть, он в топ-5 будет. А ведь это, то есть, Морез, если ты его представишь себе в, не знаю, где, в нынешней Барселоне, ну, наверное, лучше, чем Абде и Зальзули. А, да. Понимаешь? И да, чем Депай тоже. Уровень сравнения просто Барселоны сейчас так она упала, что там игроков там Спартака, Зенита представишь, они будут получены. Хотя мне, кстати, Абде нравится, то есть, он молодец, но ты понимаешь, дело не в этом. Представь себе Мореза в Ювентусе. Ну, то есть, понимаешь, это совершенно другое. И, как бы, и вот эта глубина состава, она уже какая-то избыточная, чрезмерная. Они себе могут позволить, чтобы у них на вторых ролях были футболисты, которые в любом другом клубе были бы на первых ролях. Конселу, боже мой, ну, Конселу просто топище, да, один из лучших на минуточку. Основной правый защитник, финалист. А играет Зинченко. А, кстати, Зинченко отдал голевой пас, и на мой взгляд, об этом надо сказать, потому что это событие. Ну, когда забьет, вот это будет событие. Нет, но он голевые передачи, по-моему, тоже в АПЛ не отдавал несколько лет, а здесь все очень правильно, как бы там, кстати, тоже продуманное движение, когда сопер... Ладно, продуманное движение, продуманное движение, но что творил, не указывал, господи, этот компактный блок, ради компактного блока, я себе даже скриншотик выписал, просто нигде не использовал, когда смотрел матч, то есть просто сохранил в какой-то момент экран, в одном из повторов, что вообще что это, потому что они стали суперкомпактны, такие, знаешь, все за линией мяча, все занимают метров 15 квадратных в поле, и Зинченко машет рукой, сюда его, и получает пас, и дает голевой пас, ну, естественно, потому что он может стоять даже не на фланге, он может стоять в полуфланге, и все равно будет один, потому что Нью-Касл такой компактный, зачем? Ну, как бы, понимаешь, давать пространство Сити в центре тоже, как бы, туда проберутся, и будут это использовать. Нет, пространство, пространство, но они в девятером отыгрывали троих соперников, то есть Сити просто, как бы, увидел, как они стали компактны, и, как бы, просто отошел, они просто отошли во все стороны, и получилось, что они эту компактность, как бы, заключили внутрь себя, это не совсем правильно. Слушай, моя главная претензия к Нью-Каслу, кстати, в этом плане было похоже, два главных дриблера АПЛ, кстати, забавно, что оба не играют в топ-клубах, Сен Максимена и Адамат Рауре, там даже матчи одновременно шли, и оба не попали в основу, но при этом ты смотришь на Волверхэмптон, и я понимаю, ради чего, вот их вязкая игра, вот они там мучают соперника иначе, без Адамат Рауре, ладно, потом на замену вышла Адамат Рауре, пошла другая игра, выпустили, но когда Нью-Касл выпустил Сена Максимена, это, ну я вообще не понимаю, как можно было его делать, он будет хромой, на костылях, больной всеми болезнями сразу, он все равно будет лучше и полезнее, он когда появился, он так начал, ну, у него была микротрамма, здесь доли преувеличения, мучает Сити, но от него, ну там, игра Нью-Касла сразу поимела смысл какой-то, поимела смысл, звучит, может быть, не очень, но так было, ну нет, я, естественно, согласен, вообще Сен Максимен, на мой взгляд, ну, прям, супер, и мне он кажется, что ты делаешь в этой команде, человеком, классным, чем Адамат Рауре, потому что он, ну что ли, не знаю, но он все-таки больше футболист, Адамат Рауре все-таки, добрый олдскульный дворовой футболист, который как бы затаскивает против, берет себе в команду всех, кто послабее, чтобы там как бы вот единались, да, и затаскивает, но не суть, но он просто после микротравмы, а у Улверхэмптона, знаешь, что меня удивило, на самом деле, даже не отсутствие Трааре в составе, а отсутствие Семеду, помнишь такого, Нелсон Семеду, вот он в таком составе Улверхэмптона, где тоже травмы, где ковид, он в запасе, основной защитник Барселоны, ну основной защитник Барселоны, это ты сам понимаешь, нет, ну слушай, он там провел несколько, это не нынешний Барселоны, он там провел несколько лет, это преемник Дани Алвеса, ха-ха, ну окей, такими если эпитетами разбрасываться, то окей, нет, ну как бы Дани Алвеса продали, его купили, то есть в какой-то момент, ну то есть не сразу, но его закрыли, это был первый выбор на позицию, там просто не было никого, кроме него на эту позицию, а Бомианг чей преемник? Анри? Ну просто ладно. Я думаю, что Анри Берком по Иван Перси сразу, да, 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 и Венгера, потому что он еще как бы тренировки проводить может, неплохое, вот знаешь, чем мне Сен Максимен единственное, если только закончил, больше нравится, что у него удар лучше, причем с обеих ног, потому что Адама Труре, может быть даже лучше дриблинг, но он их там обведет, и даже пас не сможет дать, или пробить не сможет, а Сен Максимен даже с слабой ноги бьет просто пушка, смотри, по Сити, что мы еще обязаны сказать, это, конечно, я абсолютно отказываюсь понимать правила футбола, видимо, нынешние правила футбола гласят, что если человек не владеет мечом, ты можешь его там срубить шипами, дать с кулака в челюсть, пристрелить, ну, потому что если человек не владеет мечом, можно с ним делать все, что угодно, и когда Эдерсон сбивает нападающего, ну, как бы нападающего, который, нападающего Ньюкасла, который прессингует соперника, ну, то есть он не владеет мечом, он гонится за человеком, за человека, гонится за человеком, который с мечом, и Эдерсон его сбивает своей штрафной, причем без малейшего варианта трактовать это как-то иначе, и это не пенальти. Ну, ребят, ну, большой привет. конечно. Может, там Кевана тоже, может быть, там тусил, нет? Ну, хороший вопрос. Мне кажется, что эта ситуация где-то отчасти подтверждает то, что мы говорили раньше, правил и поправок к ним с разных сторон, иногда взаимоконфликтующих поправок, так много, что, ну, просто люди, которые должны в этом разбираться, плывут и не разбираются. Мы видели, когда, в прошлом сезоне Барселона получила пенальти, когда Терстегин сбил человека, не сбил, а подтолкнул, который вообще не принимал участия в эпизоде. Ну, то есть, подача пошла мимо ворот, за ворота, а он тем временем подтолкнул нападающего, а подача вышла за пределы поля. Это был пенальти. И, наверное, как бы люди смотрят, как-то думают, нет, что-то тут не так. После этого ты можешь его пристрелить, штрафной ничего не будет. Потом они снова подумают, скажут, нет, что-то тут не так. После этого будет опять ситуация как Терстегином, потому что мы, естественно, как бы находить баланс не умеем. Мы всегда из крайности в крайность. Нет, конечно, хотелось бы, чтобы такие вещи как-то, ну, прописывались, озвучивались, объяснялись, что, допустим, вот это ошибка, а вот это на самом деле правильно. Чтобы у самого было понимание. Еще раз вспомни пенальти на стерлинге на чемпионате Европы. Вот посмотрели на, как бы, этот пенальти и говорят, а вот не надо, чтобы каждое касание это пенальти. Вот не надо, вот не надо, чтобы ныряли. Поэтому и вот на жотине пенальти, поэтому... А что не так? То есть, как бы, принцип маятника же никто не отменял, то есть, мы же, как бы, все, ну, смотри, мы все или коммунисты, или антикоммунисты, так, чтобы как-то мы... Я как-то не смотрел на Мирова в этих очках. Ну, я, ну, я Довлатова процитировал. На самом деле, это он, приписывал Бродскому, что тот на вопрос, что коммунист, как бы, нет, что антикоммунист, он говорит, нет, а что, есть разница, ну, то есть, как бы, что смысл в крайностях, если они, в основном, где-то сходятся, то же самое. То есть, мне кажется, что нужен просто более сбалансированный подход в целом, но он вряд ли реализуем. Друзья, на этом у нас сегодня все. Мы до конца не можем сказать, какой у нас будет график подкастов, поскольку матчи отменяют, не отменяют, информации много. Следите за новостями. Будем... Кстати, если что, я в телеге на этот счет отвечаю, там тоже стараюсь держать людей в курсе. Подписывайтесь, в том числе, на меня. Ссылка на мой телеграм-канал OnePiSaka в описании, как и на канал Кирилла Диего Семенович, так и на его YouTube-канал, который называется Кирилл Хаид. Надо еще, понятное дело, следить за Око Спорт, там АПЛ, Ла Лига, Ла Лига или Ла Лига? Ла Лига. Ла Лига, да? Прости, пожалуйста. Ла Лига... Просто наша дружба конец. Ну, окей, ладно. Нет, Кирилл, это же недостаточно. Ты как-то очень легко это воспринимаешь. Я же не наехал на итальянский футбол. Это всего лишь испанский. Я понимаю, если я про итальянский что-то сказал. Короче, два главных чемпионата, вообще два главных чемпионата в футболе клубных именно там на Око Спорт. Читайте про свои любимые клубы на сайте чемпионат.com и еще смотрите футбольный Альбион, если вы находитесь в России. Как-то так все было ништяк. Прощаемся. Всем пока. Всем пока и бог вам в референе.